Начнем мы с вот этой вот потрясающей коробки, которая называется Chambi. Chambi, я не могу, конечно, сказать, что это откровение года, такое, как камера NX7 Sony, вот эта, которую мы снимаем, наверное, лучшее, что я видел до последних несколько лет в технике. Не дотягивает Chambi, наверное, и до нового iPad'а, и до iPhone'a 5'а, но дальше смело-смело занимает почетнейшее место в лучших гаджетах, которые... О, прилетел. У меня тут триуля рядом, так что если меня сожрут, имейте в виду. Вы будете зрителями убийства в прямом эфире. Так вот, этот гаджет достойно занимает почетнейшее, ну, пока что, скажем так, четвертое место в списке открытий, IT-открытий 2012 года. Сейчас я его разберу, эту коробочку покажу вам подробно, вы посмотрите все ее достоинства, уже собственными глазами, не полагаясь на мои слова, обещания и восхищения. Итак, посмотрим. Chambi. Вот наша удивительная Chambi, непонятный гаджет, на коробке которого написано Pandora. Pandora не случайно. Ящик с грехами, которые мы вот-вот выпустим от любопытства, приоткрыв, приотворив его крышку. Итак, вот этот гаджет, фоторамка. Фоторамка есть, да? Здесь у нас большой динамик. С этой стороны такой же. Слот для SD, SDHC, MMC, MS-карты и даже ECF, большая карточка старого фотоформата. Здесь включение. Два входа для USB, наушники и питание. Фоторамка фоторамкой, правильно? Давайте теперь его включим и посмотрим, что это за зверь. Экран LCD нейтрального качества, так скажем. Абсолютно обычный экранчик, такой, к которому мы все привыкли на фоторамках. Загружаемся. Выплыла зверюшка. Я выключу свет, чтобы можно было теперь смотреть, потому что мы будем сработать с экрана. Вот так это выглядит. Первое, что необходимо сказать, Чамби, это гаджет, который конфигурируется через веб-интерфейс. То есть он устроен таким образом, что вы соединяетесь с интернетом. То есть вы первым делом при запуске отправляетесь в настройки, выбираете Wi-Fi, находите здесь свой рутер, вводите пароль, название его и все. Гаджет подсоединяется. После этого вы направляетесь на портал Чамби, регистрируете свою игрушку, открываете аккаунт и дальше начинаете наполнять его глубоким содержанием. Смысл наполнения очевиден. Существуют виджеты. Маленькие приложения, программки, их там почти две тысячи. Из которых выбираете все, что вам интересно. Они сгруппированы по тематическим каким-то шаблонам. Выбираете все, что вам нравится. И нажатием кнопки «Отослать на гаджет» Чамби. Если у вас, кстати, несколько Чамби, вы также можете ими управлять через веб-интерфейс. Вы отправляете его в свое устройство. Куда отправляете? В папки. Папки называются здесь каналами. Каналы вы создаете сами. Вот, например, этот канал Чамби Пикс. Это то, что было по умолчанию. То, что производитель для нас отобрал. Ну, посмотрите. Вы уже понимаете, что по сути дела речь идет не о какой-нибудь фоторамке, естественно, о полноценнейшем мультимедийном планшете, который играет музыку, проигрывает в видео, показывает фотографии. То есть абсолютно все. Это такой бодуарный планшет. Планшет, который стоит у вас в спальне рядом на тумбочке. Выполняя функцию десятка-полтора, наверное, гаджетов. То есть вот вы можете получать информацию с вашего Твиттера, с фотографии с Фейсбука, Google Reader можете запустить. Ну, я не буду перечислять. Пикассо, вот, например. Она многозадачная. Видите, можно выделить сразу несколько и нажать запуск. Ну, мы будем по очереди, чтобы не путать карты. Вот Пикассо, например. То есть здесь включается... Это что? Это такие замечательные часы, но было написано Пикассо. Извините. А, Чамби Аналог. Это часики. А как я туда попал? Не знаю. Возвращаемся. Лучше идем в мой канал. Вот я тут создал свой канал. Новости. Запихал сюда то, что мне нравится. Ну, вот, например, погода. Запускаем, смотрим. Видите, я уже перебрался из теплых бессарабских садов в минус 3 московское. Там было плюс 20, тут минус 3. Вот так это все работает. Ну, чудесно. У вас при изголовье в спальне стоит вот такая информационная панель с новостями. Часы различные. Это вот из подборок я выбрал. Часы с таким скином, который мне нравится. Вот видите, какой он красивый. Дальше что? Ну, вот Пикассо здесь. То есть он показывает, как вы поняли, любые фотографии, как обычная фоторамка, из подключенных напрямую через USB-порт или через одну из SD-карт или SF-карты. Либо закачивает напрямую с Пикассо, с вашего аккаунта. Вот эта вот папочка. Я так отконфигурировал. Да, все настройки вы указываете. Периодичность, смены кадров в слайд-шоу, размер, способ наплыва, перехода и все, что вам нравится. И папки, которые Чамби должен подгружать из интернета. Это вот Мумбай, полуторалетней давности. С Настасьей мы как раз гуляли. Изумительный город. Дальше что? Новости, да? Новостные какие-то ленты. Вот новости РБК, пожалуйста. Запускайте, утречком просыпаетесь, и вам подкачивают все новости, какие происходят. Ну, так они в режиме слайд-шоу меняются, переключаются. Вы читаете, точнее, потребляете свою утреннюю газету. Выход. Все управляется одной кнопочкой. Видите, как просто. Ну, естественно, ленты новостей. Google. Вот они. Такие, да? Все что угодно. Полный информационный такой канал для вас открыт. То есть, с каналами, виджетами мы разобрались, да? Кроме этого что? Кроме этого есть фото и видео. Здесь напрямую показывается любое кино или любую фотографию, которую вы подключили либо к одному из двух USB-портов, либо к SD-карте или SF-карте. Изумительнейшая такая функция – это музыка. По умолчанию здесь включено вот пять, вы видите, различных виджетов. Это Shoutcast, знаменитый, New York Times, CBS Podcast, Mediafly, Blue Octo Radio. Разные. Ну, я думаю, Shoutcast хватит за глаза всему человечеству. Там более 300 радиостанций. Запускаем. Ну, вот, если нас не устраивает то, что тут по умолчанию, пишем что-нибудь. Вот, давайте, Brazil. Бразильскую музыку поищем. И получаем список бразильских радиостанций, которые Чамби нам будет проигрывать. Вот, звук регулируется. Тут замечательные две колоночки для прикроватного радио. Ничего лучше не придумаешь. Поскольку гаджет многозадачный, вы видите, мы переходим куда-нибудь сюда, а музыка продолжает играть фоном. В любой момент мы можем сделать ее громче, тиши вот сюда нажали, да, можем вообще остановить, можем запустить. И, например, какие-нибудь новости мы желаем послушать. Вот такой гаджет. Итак, суммируем. Перед нами фоторамка, превращенная в полноценный мультимедийный планшет по цене 1790 рублей. Держите меня крепко. Которая выполняет все, что делает фоторамка, а также маленький такой компьютер. Проигрывает музыку, интернет, радио любой. Запускает один из двух тысяч гаджетов. Работает как будильник, как часы, как экран для просмотра видео, просмотра телевидения. Игр. Показывал я игры? Нет, не показывал, по-моему, да. Ну, games, например. Это категория games. Вот вы сейчас как раз посмотрите, что там есть в этих games. Вот их тут, 7 страниц одних игр. Выбираете любую. Ну, естественно, это не Doom, как вы понимаете, да. Но вполне сойдет для прикроватного гаджета, да. Вот выбираете что-то и... Вот предраспортер. И нажимаете... О, смотрите. Go, например. Полноценный Go. Go. Полноценный японский Go. Go Seigen. И нажимаем добавить, например, да. И в какой канал? В новости. Вперед. Все. То есть мы не только через сайт можем сделать, но и через... Прямо с нашего Чамби. Вот такая шикарная штука. Это Чамби. А с учетом ее цены, 1700 рублей, если я не ошибаюсь, сегодня в Макцентре, в PalmStory. Это просто стил. Абсолютнейший стил. Ничего лучше Чамби, как подарка на день рождения с самым близким друзьям, знакомым, родственникам, на Новый год, на любой праздник. Ничего лучше мне даже в голову не приходит по соотношению изобилия потрясающих функций и удовольствий, которые несет этот гаджет. Даже не знаю, как его назвать. Ведь это же и не рамка, не фоторамка, не компьютер, не планшет. Это вот Чамби. Чамби он и есть. Так вот, по соотношению объема удовольствия и цены у него нет равных, конечно же. Настоятельно рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова